Главное оружие в борьбе с ВИЧ-профилактика. 400 профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками центра в 2017-м, охватили почти 50 тысяч жителей региона. Развеять мифы, подсказать алгоритм действий при выявлении заболевания и при его лечении. И самое главное, рассказать, что диагноз не приговор. С ВИЧ можно и нужно жить полноценной жизнью. Показатель параллельности по области составляет 911 на 100 тысяч населения. То есть живущих с ВИЧ у нас 11 502. По районам показатель пораженности составляет 635,1. Пораженность превышает средний районный уровень в Меликесском районе, в Чердоклинском, Майнском, Новомолоклинском, Тенгилейском, Ульяновском, Бешкаевских районах. Показатель пораженности в городах также превышает областные показатели. В городе Дмитровграде, в городе Новоульяновске и в Ульяновске. Система оказания медицинской помощи тем, кому был поставлен диагноз ВИЧ, в прошлом году претерпела значительные изменения. В первую очередь преобразования коснулись СПИД-центра. Обновлена регистратура, санитарные комнаты. Установлены современная система сигнализации, автоматические ворота, пандус и обозначения для слабовидящих пациентов. Цена комфорта и красоты – 800 тысяч рублей. Впечатляет, впечатляют те успехи, успехи этого центра, центра СПИД, успехи в нераспространении, успехи в лечении, успехи в профилактике, в первую очередь. Если я бы даже, может быть, другую параллель повел, не будет такой активнейшей работы по предохранению, по лечению, наверное бы это была эпидемия. Весь 2017 год центр работал в тесном контакте с Ассоциацией приемных семей. Совместно проведены несколько десятков разъяснительных и профилактических мероприятий. Взаимодействие уже принесло положительные плоды. У нас в 2017 году несколько детишек с положительным ВИЧ-статусом ушли в приемные семьи. Благодаря вот такому сотрудничеству, конечно, страхи и мифы развеиваются. И более уверенно люди уже в жизни, наверное, себя чувствуют. Ребятишек принимают в приемные семьи положительным ВИЧ-статусом. Ну и, конечно, даже само здание посмотреть после ремонта. Всегда благоприятные какие-то впечатления о контактах с врачами, с медсестрами, со специалистами профилактического отделения, которые вместе с нами ездят по районам. Продолжатся преобразования и в 2018-м. Глава региона поручил выделить на оснащение медучреждения более миллиона рублей. Пойдут они на приобретение современного оборудования и необходимых медикаментов для тестирования жителей региона на наличие заболевания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.